Всем привет! Сегодня будем готовить горячее блюдо на праздничный стол за копейки. Нам потребуется 1,5 кг курицы, которую я порезала на порционные куски, картофель, морковь, лук, зеленый консервированный горошек, растительное масло, черный перец горошком, лавровый лист и соль. Ну что, начинаем? Нам сейчас нужен очень хороший нагрев. В казан наливаем масло. Ну, здесь, наверное, грамм 100. Пока нагревается масло, лук нарезаем полукольцами. Лук нарезали. Масло нагрелось. Сейчас идем обжаривать курицу. Начинаем обжаривать курицу. Сейчас, конечно, обжаривать будет. Ну, ничего страшного. Курицу нужно обжаривать на хорошем огне. Уже подделяет. После такой обжарки полдня будешь мыть кухню. Ну, а что? Сейчас мы курицу обжариваем. А потом она у нас еще будет тушиться. Так сказать, доходить. Курица хорошо обжарилась. Перекладываем. Некоторые кусочки вообще хорошо подрумянились. Все. Закидываем картошечку. Будем партии отжаривать. Картошечка у меня, друзья, домашняя с дачи. Вот было у меня мелкое. Я ее выкидывать не стала. Почистила. И вот, пожалуйста, готовим блюдо. Как говорят, экономия должна быть экономной. А сегодня у нас бюджетное блюдо. Все. Жарим картофель. Огонь максимальный. Девятка. Посолим. Со всех сторон. Все. Теперь закрываем крышкой. Вот так вот трясем. Так сказать, перемешиваем курицу, чтобы она равномерно и посолилась, и поперчилась. Все. Курочка готова. Картошка обжарилась. Вообще, друзья, конечно, вот в этом казане на такой плите хорошего жара нет. Вот такое же блюдо я готовила на даче в большом казане. В 12-ти литровом. На печке. Там такой был нагрев. Обалденный. Там картошка обжаривалась в тритюре. Она была вся коричневая. Такая была золотистая корочка. Здесь такого нагрева нет. И поэтому, в общем, маленькая температура здесь. Эта картошечка обжарилась. Выкладываем. Сейчас будем обжаривать другую партию. Закладываем вторую партию картофеля. У нас картошка обжаривается до полуготовности. Она еще будет у нас, как курица, доходить в общем блюде. Тоже придадим небольшую золотистую корочку. Я говорю, нагрев вообще маленький лучше. В казан закладываем морковь и лук. Обжариваем морковь и лук. Так, друзья, вот смотрите. Вот на этом этапе мы немного посолим морковь и лук. Совсем немного. Курицу мы посолили, поперчили. А теперь я просто хочу немного посолить картофель. Так как больше я его солить не буду. Закрываем крышку и перемешиваем. Равномерно вот так вот. Готово? Морковка с луком обжаривается. Добавлю сюда немного перчика горошком. И два лавровых листа. Друзья, вот смотрите. Морковка с луком уже обжарилась. Сейчас она еще минутку обжарится с лавровым листом и с черным перцем горошком. Плиту уменьшаю на тройку где-то. Закладываю курицу в казан. Мне хотелось бы, чтобы курица не разварилась. После курицы у нас идет зеленый горошек. И сверху мы закладываем картофель, который предварительно обжарили. Так, далее. Друзья, заметьте, солить я ничего не буду. Так как и картофель, и курицу, и лук с морковкой я все посолила. Воды добавлять я тоже не буду. Закрываем крышку. Огонь у нас на тройку. И на минимальном огне тушим минут 45. У нас все должно приготовиться. Но готовиться это все должно не на пару на воде, а вот на этом жире, на луковом соке. В общем, готовим. Картошка 20 минут готовится на троечке. Мы ее сейчас перевернем. Переворачиваем аккуратно, чтобы ни курицу, ни картошку не разбить. Мы картошечку перевернули. Ставим температуру нагрева на пятерку. Ну и готовим под крышкой еще минут 10. Картофель готовится у нас еще 10 минут на пятерочке. Перемешиваем аккуратно. Блюдо в общей сложности готовится 35 минут. Закрываем крышку. Ну и пусть еще минут 10 на пятерочке поготовится. Наше блюдо под крышкой готовится 45 минут. Оно полностью готово. И выкладываем. Картошечка, зеленый горошек, морковка, лучок, курочка. Картошечка. Красотенька. Посмотрите, картофель вообще не развалился. Не развалился. Вот что значит домашняя картошка. Хоть мелкая, но своя. А магазинная картошка частенько разваливается. Друзья, ну что, пробуем горячее блюдо на праздничный стол за копейки. У нас сегодня курица с овощами и селедка под шубой. Пробуем. Картошка, вот вы посмотрите, она у меня была мелкая. Ни одна картошечка не развалилась. Не развалилась. Каждая картошечка имеет свою форму. Курочка получилась мягкая и сочная. Вот вы обратите внимание, ну, говорить не надо. Видите, окорочок. Друзья, до чего получилось вкусное блюдо. Курица, овощи. А вы посмотрите, какая внушительная тарелочка на столе. Ну, на 6 человек точно хватит. Ну, не на 6, на 4 точно. Вы посмотрите. По деньгам мне вот это блюдо обошлось, ну, рублей 300. Овощи у меня все свои. Курица, зеленый горошек, масло растительное. Готовьте горячее блюдо по моему рецепту. За копейки можно приготовить вот такое потрясающее блюдо. Не только на каждый день, но и на праздничный стол. Вы посмотрите, как оно бесподобно смотрится, друзья. Вот я добавила сюда зеленый горошек. Ничуть не жалею. Зеленый горошек придал свой вкус этому блюду. Готовьте по моему рецепту. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео в соцсетях со своими друзьями. Я вам желаю приятного аппетита, отличного настроения, хорошей погоды и вот побольше таких блюд горячих, простых и бюджетных на вашем семейном столе.